Хаюшки и друзья, с вами Стивпро, и сегодня я хотел бы вместе с вами поговорить на довольно известную тематику, а тематика касается именно поджог двери Ферамира. Ну и сегодня мы раскроем нашего Ферамира, как думают многие. Ну ладно, давайте начинать с самого начала. Во-первых, всё началось во время прямой трансляции, то есть во время прямого стрима. Ну и стрим происходил в его доме. Ну началось всё с того, что через несколько минут он услышал стуки в двери, после чего он сообщает, что его дверь подожгли, и он начал стремительно тушить свою дверь. Ну во время этого Азлагор остался вместе со своими, можно сказать, подписчиками, то есть он пытался уравновежить всю эту ситуацию. Ну и Азлагор говорил довольно спокойно. Из этого можно было сделать два вывода. Либо Азлагор слишком спокоен, либо он предатель, либо это всё подстроено. Ну, на подстроенный спектакль были согласны все, но всё же здесь были плюсы и минусы. Во-первых, Ферамира много раз подвигала к стриму, и многие говорили, что во время пожара я бы не подвигал. Но если у вас горит дверь, как же вам не сообщать подписчикам, что у вас происходит там? Есть у вас миллион подписчиков, конечно, нужно об этом сообщить. Ну и после чего в конце стрима он подбежал в рваной и мокрой футболке, и он сказал, что у него признали перцовым баллончиком. Вот здесь уже начался полный кибиш. Почему? Если у него признал бы перцовый баллончик, то его глаза просто не смогли бы открыться. Но, что же я могу здесь вам объяснить? А, Ферамир запросто мог перепутать перцовый баллончик с другим баллончиком, потому что перцовый баллончик сильно похож на другие баллончики. Поэтому, если его обрыкнули другим баллончиком, не более таким сильным, то у него были бы, да, довольно красные глаза. Поэтому Ферамир мог сказать то, что первое пришло ему на ум, поэтому и здесь объявлять его нельзя. Получается, здесь у нас всё за и против, то есть 50 на 50. Ну и стрим, конечно, был закончен. И идём дальше, после чего через несколько часов вышло видео, в котором он объяснил всю солидизацию. Ну, из него мы поняли, что было всё то же самое, что и на стриме. Но он говорил, что у него болел правый глаз. Но, друзья, к сожалению, он чесал левый глаз, что вызвало много сомнений. Ну, что ж, вот первый факт, который выводит Ферамира на естественную ложь. Но, дальше вконтакте он публиковал свою подожженную дверь. И где мы видели, вправду подожженную дверь. Но, после чего эту фотографию можно было бы найти в интернете. Но, через несколько, точнее, через час, он обновил фотографию. И, опять же, эту фотографию можно было бы найти в интернете. И многие это сделали. И уже точно Ферамир был ложцом. Но, через несколько часов он опять, точнее, через день, он снял видео с Алзагором. С Аллагором. Ну и в котором они спокойно играли в Майнкрафт. Но глаза и Ферамира, вправду, были красные. Но, опять же, через день или два дня у него вышло видео, которому он стоял и, можно сказать, плакал. Я не знаю, как это назвать. И он и вправду плакал. Я не знаю, как это можно было подстроить. Потому что его глаза и вправду текли слезы. Друзья, это невозможно было подстроить. У него были, конечно, и супли. Вот. И где он уже точно показал свою подожженную дверь. Я не знаю, как можно было бы это подстроить. Поэтому здесь все уже за плюсы идет, друзья. И, получается, здесь уже нельзя никак. Нельзя это подстроить, друзья. Поэтому это видео было целиком правдой. То есть, многие думали, что он специально так делал. У него было очень сильно красное лицо. У него и вправду текли слезы. Честно вам скажу, что подстроить это было невозможно. Ну, начинал видео, конечно. Ну, конечно, начинал видео, как обычный ютубер. Друзья, ну, многие писали в комментариях, что если у него был миллион подписчиков, то такой ютубер никогда такого не сделал. Но знаете, что психика у людей бывает разная. Поэтому был бы другой ютубер, он сделал бы совершенно по-другому. Поэтому судить человека по психике никогда нельзя. Ну, два дня от него не было ни слуха. Ну, ни видео не было, ничего. Ну, вот он выпустил несколько часов, или, можно сказать, утром видео. В котором, опять же, объяснил свои позиции. Он сказал, что если он будет продолжать снимать видео, то все будет нормально. То есть, он сказал, что выбирать буду ли я снимать видео или нет. И это голосование приходило в его группе. Но если он не будет продолжать снимать, то он пожертвует 300 тысяч рублей детям. То есть, детям, которые страдают болезнью. Да, это очень, конечно, благородно. Но мы не знаем, правда это будет или нет. Ну, и на стриме он тоже, точнее, на этом видео он тоже был довольно расторен. И он объяснил свое предыдущее видео тем, что он наглотался очень много таблеток успокаивающего. И после чего у него появилась вот такая психика, из которой он снял вот такое психическое видео. Но последние несколько часов, вот этот же день, то есть, сегодня он выпустил настоящий стрим, которому уже альвички решали его судьбу. Ну, и решили в том, что он будет продолжать свои видео. Ну, наверное, многие радуются. Но мне, по идее, друзья, это никак не касается. А Ферамира иногда смотрю. Но, конечно, больше всего я честно скажу, что я смотрю Кейна. Может, многие знают Кейна. Вот я его и смотрю. Ну, что ж, надеюсь, всем понравилось разоблачение Ферамира. И из этого можно давать вывод, что Ферамир нам не врал, друзья. И также его, конечно, предал Азлагора. Я не знаю, в чем его предал Азлагора. Но он просто так решил его предать. Ну, конечно, конечно. Я не знаю, почему Азлагор так решил сделать. Но вот такой у нас предатель Азлагор. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки. Ну, и подписывайтесь на канал. Пока.